Девушки отдыхают 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 никогда. Музыка Я так воодушевилась с виноградом, что теперь у нас новая теплица. Помимо этой и впереди дома еще одной. Нашла где-то дешевую самую, заказала. Уже повесила тут цветочки какие-то и посадила несколько кустиков винограда. В следующем году надеюсь будет хороший урожай. Берик. Ой, блин, напугалась. Это, конечно, зря она здесь скочит, эта лягушка, потому что Берри у нас для лягушек сама не своя. Очень их любит, обожает. Ой, блин, надеюсь она не заметит ее. Уходи. Вот она сейчас занята умой, поэтому лягушке повезло. Сейчас хотела вам рассказать о питании своих собак. У меня нету каких-то строгих и обязательных цифр в кормлении. То есть мне достаточно видеть, что собака находится в хорошей кондиции. То есть не толстая и не худая. Вот сейчас, мне кажется, они в отличной форме. Вот и Берик, и Ума, и дядик, и Моня. Летом у нас одноразовое кормление, а зимой мы кормим собак два раза. То есть в конце осени примерно, начало зимы, уже начинается двухразовое питание у собак. Основа рациона моих больших собак это, конечно же, мясо. В основном это идет говяжья обрезь, субпродукты. Также нам дают соседи мясо кролика, индейку, курицу. Но курицу нужно с осторожностью, потому что мясо курицы аллергичное и может вызвать, как вы поняли, уже аллергию. Поэтому обращайте внимание на реакцию со стороны кожи у собаки и пищеварительной системы. Моим собакам это подходит, они очень любят каши с мясом на курином бульоне. Поэтому у моих все хорошо. Мясо всегда стараюсь давать в сыром виде. Мы берем его оптом и раскидываем все по морозилкам. Перед тем, как дать, я размораживаю. То есть порционно уже все разложено по пакетикам. Вот, и все, уже вместе с кашей, овощами уже даю. Что мы не даем? Свинину мы не даем. Наверное, у многих уже сложилось такое мнение, к этому виду мясо оно слишком жирное. Но из всего мы можем дать очень редко только свиные ноги погрызть. Очень редко, но даем. Очень хвалят конину, но конину найти у нас тяжело. Я вот не смогла найти. Да и цены на нее дороже, чем на говядину. И поэтому мои собаки еще ни разу в жизни ее не пробовали. Также мы даем своим собакам уши, губы, носы, как погрызушки, хвосты. Вот. Касаемо мяса я даю только сырое. Так как я беру мясо у проверенных своих мясников с ветеринарным сертификатом. То есть я спокойно за здоровье своих собак. А если вы взяли мясо неизвестного по происхождению, и подозрительного по виду, и у подозрительного продавца, то Ома. То, конечно, его лучше будет сварить. Лучше такое мясо, конечно, не брать. И также рекомендуется отваривать мясо диких птиц и зверей. Ома. Ома. Как я варю кашу? Я варю в основном это греча и рис. Вот. Мои собаки очень любят и с удовольствием едят. Вот. Каша варится на мясном бульоне, потому что на простой воде они не будут ее есть. Вот. Процент мяса с кашей, конечно, должно мясо быть в приоритете и преобладать над кашей и овощами. И в кашу я добавляю еще ложку масла. Из овощей я добавляю съеху, морковь, капусту, кабачки, огурцы. Вот все, что из этого есть, могу что-то добавить. Ума. Из фруктов они очень любят яблоки. Берек прям так грызет. Вот. Но времени тереть на терке у меня нету, поэтому они грызут у нас все так. То, что найдут, уберут сами. С грядок прям берут. У них все хорошо. Да, ума. Если у вас собака не ест овощи, то можно попробовать смешать с фаршем. То есть сделать такие мясные, овощные шарики. Вот. Возможно, и полюбит. Если ваша собака что-то не ест, это нормально. У каждой собаки свой вкус. Она не обязана есть то, что едят другие собаки. Например, мои. Вот. То есть то, что собака любит. Давайте ей вот из овощей, допустим, мои, любят морковь. Другая собака не будет. То есть в этом нет ничего страшного. Не переживайте. Возможно, она будет любить у вас другие овощи. Но другой вопрос уже, если ваша собака вообще не ест. У здоровой собаки всегда нет проблем с аппетитом. Если вдруг собака начала отказываться от своей привычной еды, стала вялой. Никакой. То есть это повод обратиться к врачу. Собака после обеда оставляет какое-либо количество корма в миске недоеденного, то, скорее всего, вы ее просто перекармливаете. Вот. Корм у нее не должен оставаться в свободном доступе. То есть у нее есть утро, вечер, часы своего кормления. Барик, а ты что там съела? Барик, походу, там жука нашла. И шишку. Вот. И перекармливать собаку не нужно. Особенно щенка. Это им идет только во вред. То есть не гонитесь за весом, за размерами. Питание должно соответствовать потребностям щенка. Быть сбалансированным, обогащенным витаминами и минералами. И соответствовать взрослой норме. Вот. Так же мы даем своим собакам яйца, творог, кефир. Яйца в сыром виде. Барик. Ома. Вот. Они себя хорошо ощущают. Откиды никогда не отказываются. У них все замечательно в жизни. Сами с грядочки берут, что им нужно. Будь то огурец, морковь. Сейчас свеклу начали таскать у нас. Ома. Мне ничего не угрожает. Можешь... Можешь... Нет, а не прыгать. Какие вы свины. Чистейшие собаки. И яomnил譚ть. П biomedical size и убрать Ух hard для вас. Понял? Ух. 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 Вы. Антизатор. Ух. Субтитры сделал DimaTorzok